Многие брать работают в такси, правильно? Что им делать, когда стоит, голосует женщина? Не брать. Правильно, не брать. А многие же берут. Или не так? Берут, конечно. Вот. А в этом случае ученые запрещают. И вот я поэтому, я как бы взял такой вопрос. А другой стороны, если ты в медицине работаешь или где-то в больнице, ну вообще кто-то, врач и санитарка остаются, что им делать? Нельзя. Нельзя. Остаются. Никак читать. Жениться. Там же в этой больнице на ночь. Шииты, что ли? Вопрос задает ученый. Сатва номер 2986. Разрешено или нет для мусульманина вводить такси виду того, что пассажиры противоположного пола могут оставаться с ним в машине наедине, что будет запретным уединением? И ответ. Посланник Аллаху Салям сказал, не остается мужчина наедине с женщиной без того, что третьим с ним был Шайтан. Передал имам Ахмад и Тирмизи в своем суннине. 2091. Сахих Аль-Джами. 2546. И Аллах говорит в историю о Юсуфе, алейхи салям. Женщина, в доме, в котором он жил, стала соблазнять его, заперла дверь и сказала, иди ко мне. Сура Юсуфа, 12 сура, 23 аят. Не разрешено для мужчины оставаться наедине с женщиной не махам, будь то в его доме, офисе, клинике, машине или любом другом месте, потому что это является причиной и средством к впадению в запретные. Шайтан стремится подталкивать людей к хараму и приукрашать запретные для человека. И все ученые по фикху согласны в том, что уединение с женщиной не махам является запрещенным. Они сказали, ни один мужчина не должен оставаться наедине с женщиной, которая ему не махам, близкая родственница. Ну, близкая родственница, конечно, может, на которой не зашло жениться. Или не его жена, но которая является посторонним человеком для него, потому что шайтан будет наущать их во время их уединения и искушать их к совершению чего-либо запретного. Не разрешено для мужчины оставаться наедине с женщиной не махам, даже если он учит смотреть ее Курану или так далее, если есть соблазн, если она молодая и так далее. Ну, если пожилая, там уже немножко как бы другое положение есть. Или руководить ей в молитве, если молятся только они двое. И критерии запретного уединения, это то, что этот запрет относится к любой ситуации, когда они двое скрыты от остановленных людей. Если где-то там, ну, в парке или так далее совершают молитву, как бы ничего страшного. Но если они скрыты в помещении, тогда запретно. Фат Хульбари, 9 том, 333. Таксист, говорит дальше, может проезжать через пустые улицы или шоссе, и конструкция машины скрывает большую часть тела того, кто в ней едет. Более того, нет гарантии того, что не произойдет запретный разговор. Или что-нибудь заключено в соглашении о совершении будущем чего-то запретного. И сколько трагедий и болезненной истории смертельных грехов случилось из-за того, что женщины находились посторонние ей водителям наедине. И мудрый шариат Ислама принял все меры предосторожности, чтобы избежать всего, что может привести к запретным поступкам. Важно полностью избегать любой ситуации, в которой мужчины и женщины не махом могут остаться наедине. Таксист не должен принимать пассажира в женщину, которая одна, кроме как в случае крайней необходимости. Например, при оказании помощи при несчастном случае и тому подобном. Аллах, все знающий. То есть, видите, такая ситуация, она является запретным. Но многие братья же даже внимания, ну, как бы не обращают на это. Работает, работает таксистом, взял и поехал дальше. Это запретная ситуация. Запретная ситуация. И такая же ситуация, как врач и санитар, там, санитарка, врач, врачиха, которые дежурят вместе. Ученые говорят, не следует ответственным лицам в больницах, но это, конечно, исламская должна быть больница. Назначают на одну смену санитара и санитарка, чтобы они вместе провели ночь, контролируя и наблюдая за больными. Это является ошибкой и очень порицаемым поступком. И это является побуждение к разврату. Ибо этот мужчина, когда уединяется с женщиной в одном месте, то им не гарантирована безопасность от наущения шайтана. И поэтому нельзя им оставаться наедине. И поэтому работа таким образом не разрешается. И следует оставить такую работу. Потому что она побуждает к тому, что запрещено Аллахом и его посланникам. Мне Аллах Смантали сказал, тому, кто боится Аллаха, он создаст выход из положения и наделяет его уделом оттуда. Откуда он даже не предполагает. Сурат Таляк, 2-й, 3-й аят. Тому, кто боится Аллаха, он просит злодеяния и увеличит награду. 4-й аят. И поэтому вот такие ситуации следует избегать. Я просто напоминаю. Поэтому я взял такой вопрос, что такси и вот эти такие. Ну, может, еще какие-то там жизненные ситуации бывают, когда остаются мужчины, женщины наедине. Это запрещено. Это у нас запрещено.